У блюдочных полицаев появилось развлечение теперь докалывать велосипедистов и выписывать им штрафы. Вот они доколупались до пацана, что-то там у него измеряли, выписывают вон протокол, проверяют угон велосипеда, ага, такие прям эти самые, удостоверение личности, все. То есть полицейщина в чистой воды, совсем уже охерели. Я почему этот сюжет снимаю, я вот сейчас груз отправлял человеку и охерел с 1 апреля Почта России, ну Почта России не пользовался, другие компании были, так, с прошлого года. И Почта России выписала в полтора раза больше опять ценят за посылочку. Я просто, выпала челюсть, то есть, чтобы кормить вот эту всю сволоту гребаную, которая бегает, докалывает людей, доканывает просто. Ну уже как бы просто не находятся слов, да. Велосипедиста тормознули, нашли доколупаться, им заняться больше нехер, то есть доколупываться до велосипедистов. Я это, кстати, почему снимаю, потому что я вижу уже это не в первый раз, да, вот эту, бравую, бравую. Братьев эту, нихера не делающие, которые, значит, докалывают, что-то начинают там у него проверять, как бы я в Ютубе, кстати, роликов не видел по поводу, что это за такая тенденция, да, прицепляться к велосипедистам, то есть, ну, понятно, что эти твари, паразиты хотят обязать людей платить вообще за все, за воздух, за воду, там, за дыхание, за выдыхание, за то, что и за то даже хотят заставить платить, что у них украли пенсии, то есть, как бы, ну, нематерных слов не находится. В общем, страна практически уже разрушена, да, ну, до Новосиба я отправил посылку с упаковкой вместе, 430 посылка, меньше килограмма, и упаковка еще, 40 рублей там за пакет. То есть, просто, вот вы представьте, да, на каком уровне будет бизнес, мало того, что просто тупо нет дорог, нет ни хера, все уворовано, еще вот такая вот, ну, даже нет слов просто. Сволота на каждом шагу, который ничего не собирается абсолютно делать, не собирается учиться, не собирается трудиться, а будет ходить с дубинами, с пистолетами, доколупываться до людей, которые чем-то заняты, либо просто отдыхают, то есть, портить им настроение, создавать вот этот вот гнусный полицейский, фашистский, эмоциональный фон, то есть, ну, и требовать потом, льгот себе каких-то нагло. Я говорю, когда смотрел кино, где этих ублюдков выкинули с общаги в Москвобаде, ну, как бы ветераны Манежки и Болотной, участники, бляхах, контртеррористических операций на Манежки и Болотной, то, как бы, ну, душа просто радовалась. Им бы еще раку какого-нибудь вдогонку там, и вообще было бы полный кайф, потому что гондоны, которые обслуживают этих мразей, жид-дву, они недостойны быть детьми своего народа вообще. Им место вот на помойке с бомжами рядом, которые доколупываются вот до велосипедистов, джип может на остановке собрать, или какой-нибудь гонщик, или гонщица, несколько машин, несколько человек уехать, его, сука, выпустят, если найдут, если еще будет команда искать. А велосипедист, видите, с ним проще бороться. Главный террорист – это велосипедист. Бутафория вот этой путинской хунты, она уже превысила, как бы, токсичность, превысила разумность, превысила вообще всю нездоровье, которое собрать можно, по-моему, она уже собрала, наглостью своей она просто попирает само небо, похоже, когда миллиардеры там выдумывают законы. Причем, все их миллиарды, по большей части, не заработанные, не интеллектом, не трудом, а уворованные просто, коррупционные, либо воровство на крови, на убийствах, на уничтожении, на геноциде народов России. Все, с вами был Юрий. Победим, надеюсь, и этих ублюдков тоже. Продолжение следует...